друзья всем привет я опять с почты смотрите сумка это сумка не для переезда это сумка с подарками но кстати и сумка очень актуально переезжать вечером откроем посмотрим я уже заглянула увидела там целых три коробки так что будем вместе с вами распаковывать друзья вы только посмотрите какие сокровища были в этой сумке все когда елена написала что хочет отправить мне посылку она предложила выбрать между симоной и несколькими куклами в итоге посмотрите мне теперь целых три шикарных красавица да еще наборы пряжи много цветов и вот здесь я вижу свои любимые крючки один новенький сейчас мы с вами будем смотреть наверное по очереди давайте центральной девочки и начнем потом посмотрим крючки и пряжем усаживайтесь поудобнее возьмите чайок печенюшку или может быть что еще лучше рукоделие и будем с вами вместе смотреть наслаждаться этой красотой я не знаю это прям сказка какая-то только подарков я еще не получала сейчас прям куколок притягивает к себе смотрите какая красавица это у нас новинка 2022 года симона очаровательная смугляшка и я уже вижу насколько мне повезло с прошивкой такой густой первый ряд расчесочка есть всего как положено так ну смотрите у этой девочки скинтон тон кожи как у мэйли прекрасные зеленые глазки смотрите какая она красавица просто ей очень идет это белая платьица и тоже мне еще писала ольга если не ошибаюсь что заменили ботиночки вот белые ботинки стали по-моему черными черные делать или черные туфли у меня получается и ботинки и вот я на сама лично на фотографиях видела некоторых не очень первый ряд а у меня смотрите как все тут густо красиво цвет волос вы знаете я не знаю он нет если вот склеп ушкой сравнить которая длинная волосая рапунцелька мне теперь то по цвету он похож а по качеству мне кажется чуть другой то есть это такой цвет волос которого у меня еще не было реснички например такая девочка селатненько аккуратненько прошивку я не знаю как вам показать потому что не хочу вот этот хвостик расплетать вот снизу вот здесь вот мы могу вам показать ну или чуть-чуть вот здесь не знаю как вам показать по моему все ой 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 все прекрасно не будем лохматить девочку смотрите самое главное не вот здесь очень аккуратно сделано очень красивая такие губки это у нас молд норочки куклы в таком оттенке в таком скинтоне еще не было мы потом с вами сравним ее шарнирной второй девочкой такой же самый молд только белокожая давайте платьице посмотрим что у нас здесь смотрите какое платьице хорошее это очень редко когда у фабричных кукол обработаны швы не только у пауловских но у пауловских частности здесь смотрите горловин вот горловинка обтачка не обработана вот а так все швы и даже вот рукавчики рукавчики не всегда обрабатывается потому что на таких мелких деталях это тяжело и ткань ткань тоже очень приятная похожая на хлопок или около того вот эти как забыла как называется ткань когда выбито прошло или как-то так у меня башка называла и сумочка сумочка функциональные туда можно положить какие-нибудь покупки посмотрите правда начиновать вам не очень нравится я на тебя большое большое вам спасибо теперь нужно будет продумать какой наряд для нее подготовить хоть у нее и фабричный очень прекрасно на пока не будет обижаться но все равно наша основная деятельность наряжать куколок наряды своих ручек нет в общем ручной работы давайте посмотрим ее можно сказать сестричку это тоже норочка только светленькая с веснушками цвет глаз другой очень похожа на белокожую норочку которая я мишенька называла которая у нас было сколько год или два без одежды продавалась не помню уже какие какой это был год 20 наверное вот а теперь такая похожая девочка только на с веснушками есть у нас в серии шарнирных кукол так сейчас мы ее у шарнирных видите в коробках идет двойное такое крепление для ножек и туфлить принять и коллекция обуви пополнилась чтобы не тратить время на вязание смотрите какая хорошая хвостики не до хвостики не будем хвостики с вами распускать поэтому не покажу вам какая здесь прошивка но тоже смотрите хвостики очень тугие и хороший первый ряд мог бы ряд прошивки спрятаны реснички густые веснушки отличные не пожалел тот кто рисовал их здесь получается у нас пробор идет вот так вот на прическу либо на косички либо на хвостики у меня она пока будет с хвостиками но потом дальше посмотрим платьица у нее если честно ну такое как для меня немного странно она мне почему-то напоминает ассоциируется здесь еще гуси вот если взять ее и мальчика шарнира у него тоже что-то в подобном стиле который с молдом лиум и сказки гансель и гретин ну или как-то так в общем когда двое деток ушли в лес и съели там пряничный домик если ничего не по не путали потом и хотелось есть баба яга или то тетушка их не было так о куколке вот такие чудесные оранжевые солнечные туфельки будем платьица с вами снимать я делала обзор на шарнирных кукол давайте на всякий случай вдруг кто-то не видел это было еще в прошлом году 5 2 и заодно посмотрим что у нас тут с платьица и она тоже прекрасно сшито даже если моделька может кого-то удивлять то спойной усы цепляем нерви девочка и нам пригодятся смотрите какое шикарное качество все обработано но кроме плечевых швов на думаю что тут они мелкие по идее ничего не должно случиться здесь даже обтачка подогнута ну супер здесь кругом прям для фабричного 1 волосики вылазит отлично и сама ткань по качеству ткань такая хорошая и симпатичная вот такая мальчика фартушек так что у нас здесь вот так у шарнирных кукол в недавнем видео я вам показывала шарнирной тельце корейская то есть то которое уже предприимчивые люди сделали а это у нас идет фирменная фабричная то есть фабрики которая сто процентов в испании они они получаются здесь ручки у нас сгибаются в кистях ой кистях локтях так вот можно проворачивать если нужно сказать привет вот она может вам ручкой слегка помахать должно быть в талии поворотное тело оп оп тугой тугой такой хороший оп хороший шарнирчик и ножки ножки в колене сгибается не под 90 градусов меньше но все равно можно при фотографировании какой-то позу им придать так сейчас вернем девочки платьице и будем смотреть следующую красавицу вот этих кукол естественно у меня быть и не могло потому что они должны были бы к нам приехать в марте но в марте у нас ничего этого не случилось а вот следующая куколка которую мы с вами посмотрим это вот по идее нужно было наоборот вот если бы пришивали у детских то вдруг шьет платье пользуются липучками потому что липучки есть тоненькие но здесь как раз таки тоненькая кукольная липучка вот чтобы она не цеплялась сюда лучше пришивать полоску с крючками с иголочками а с этой стороны вот эту мягкую тогда она будет меньше рвать так сказать ниже лежащую одежду так вот сейчас мы с вами посмотрим белую девочку я ее планировала в свою коллекцию но так и не взяла поэтому она тоже у меня новенькая и неожиданная полностью ей наряд вернем и получается что смотрите из всех этих трех куколок у меня будет еще и разная обувь для фотосессии тут наверно побольше надо было получается белые ботиночки оранжевые туфельки и насколько я помню у беленькая красавица у нее черные ботиночки должны быть а так вот мы же с вами хотели сравнить смотрите один и тот же молд но выглядят девчонки совершенно по-разному вот что делает цвет кожи цвет глаз веснушки цвет волос крючки пряжу мы обязательно с вами сейчас посмотрим но давайте пока первую очередь вот теперь у меня так здорово пряжа собрана по цветам я так понимаю готовые наборы так вот она наша красавица давайте мы ее тоже достанем красавица сессии блондиночка волшебная сравнивали ее как зовут эту героиню из властелина колец по моему с ней волшебница вот она смотрите здесь у нее глазки сиреневые очень красивые белые волосы помню что некоторые жаловались что часть волос которая возле винила темнеет но то ли сменили локон то ли может быть из-за того что голова я не помню как было раньше беленькая стала но у моей девочки смотрите волосы все абсолютно белоснежные вот так ну насколько могу покажу вам это на из-за девочек не фокусируется насколько могу покажу вам прошивку ну мне я не придирчивая мне нравится тоже смотрите какой аккуратный первый ряд все луночки заполнены так а это свитерочка у нас и здесь тоже все хорошо такая густая как на волос я не знаю как ее причесывать чтобы она не сделалась одуванчиком я пока не буду причесывать просто мне кажется можно расправить локоны пальцами и пусть стоит на полочке так это тоже у нас шарнирочка такая пляпочка давайте посмотрим что они снарядом но раздевать уже не будем полностью потому что ну мы с вами шарнирное тельце посмотрели просто вот видите давайте проверим видите какое крепление хорошее такое тугенькое не слабое есть тоже отлично все опа проворачивается свитерочек ну тут есть ли липучка да мы не будем его расстегивать ну свитерочек просто из вязаного полотна а вот юбка насколько я помню была хорошего качества вот видите она обработана тут все шовчики тут снизу все хорошо единственное ранее эти куклы были ну в том году они были в колготочках по моему серенькие сейчас видите вместо колготочек идут носочки и вот такие ботинки ботинки помните я вам показала когда сама лилию вязала можно связать шнурки разного расцвета ой расцвет разные расцветки под цвет вашего наряда они будут хоть и черные будут подходить под любое черное у нее тут такая такой прям у нее выйдет здесь бесстыжий какой-то или так и должно не помню что-то у меня тут потемнело но я надеюсь что это просто только экран а вот смотрите нашла одну луночку полупустую но для меня это совершенно не критично тем более вот так вот эти пряночки тут будут и того плюс 3 куколки моей коллекции вы знаете мне уже нужно записать видео как разрослась за эти месяцы моя коллекция показать всех девочек в сборе так благодарю Елену от всей души благодарю всех вас за просмотр за лайк за поддержку мы с вами не прощаемся мы сейчас будем смотреть следующие сокровища крючки и пряжу и так что же волшебница Елена мне здесь положила посылочку поклала смотрите это 3 крючка и все размеры не знаю как Елена угадала но смотрите 1,5 он конечно у меня есть это мой ходовой крючок это мой ходовой крючок у меня уже вся вот эта вот часть рабочая уже темная потемневшая а этот такой новенький я вот иногда задумалась о том у нас правда в семье их два один мой один София покупала но все равно как бы один мой один ее я задумалась о том что ну мало ли сломается потеряться не должен ну что а теперь у меня будет запасной это мои любимые крючки с ой не знаю с какого года это наверное ну с семнадцатого так точно вот этот крючок тоже двоечка он у меня есть но только один а поскольку я сейчас увлеклась игрушками и София у меня вяжет то иногда вот я его заменяла на крючок с бамбуковой ручкой на китайский теперь у меня есть отдельно двоечка потому что я тогда себе купила в запас два двадцать пять я начинала вязать два двадцать пять игрушечки а потом подумала что если для плотных для куколок то двоечку или для того чтобы сильно нитку не так затягивать вот потому двушка тоже супер этого номера 0,9 у меня не было у меня есть единичка есть 0,75 если я не ошибаюсь а вот 0,9 миллиметров у меня не было сейчас правда у меня почему-то зрение уже начинает ухудшаться надеюсь это временно не знаю буду ли я в скором времени вязать из тоненькой ниточки но все равно при хорошем освещении пока еще все отлично может просто надо что-то пропить какие-то витамины или зарядку для глаз начать делать а вот такой крючок это у нас амур я еще ни разу не держала в руках это тоже тоненький 0,6 ага вот эта скрепка держит порвать или так вытащить а так наверное не получится о справилась называется и девочки мне писали что разница в размере между вот таким кловером и кловером амур есть по моему вот эти потоньше идут или наоборот не буду утверждать но думаю что потом посмотрите у меня такого даже не фокусируется у меня такого тонкого еще ну вот 0,5 и мне он казалось а раньше когда вязала 0,5 тюлип мне казались они потолще здесь прям вообще смотрите все мои линии видны и на фоне этот крючок вот как он в работе пока сказать не могу я знаю что многие любят и особенно любят его те у кого вот такой вот хват как ручка супер обязательно попробую так если вдруг меня кто-то смотрит кто просто любит ну как бы смотреть наблюдать но сам не рукодельник у него друзья подружки рукодельницы то вот имейте ввиду что фирменный инструмент пряжа чудесный подарок для нас и давайте посмотрим пряжу только вы знаете я наверно не буду ее распаковывать чуть-чуть будет правда шелестеть смотрите это вот такие наборы так сиреневая палитра номера здесь не указаны посылочка я так понимаю сазона Елена покупала сиреневая палитра здесь написано разноцветная палитра такая вот солнышко оранжевая так два голубь а нет они разные два голубеньких у меня набора вот эти похожи одинаковые оттенки как раз если на что-то такое масштабное и вот эти два похожи да да а вот эти вот эти вот эти уже разные здесь получается четыре пять шесть моточек представляете какие переходы можно сделать вообще у ириса или ириса не знаю как правильно называть шикарная палитра в том плане что можно очень вот у турецкой пряжи да есть тоже ну хорошие палитры даже форевер мисс но не настолько насколько у ириса зеленые и я больше чем уверена что это не вся палитра вот смотрите два у меня зеленых моточка ой моточка наборчика и если зайти на сайт то я думаю там еще больше зеленых цветов так розовый такой розово-белый получается вот так представляете сколько всего можно из этого навязать я прошу прощения за шелест и два набора коричневой палитры вот это прям вообще шоколад от молочного до темного шоколада а эти более такие сдержанные оттенки вот такая шикарная палитра у меня получилась посмотрите как красиво очень красиво видите даже мне тут не умещается немножечко вот так там будет ну в принципе мы с вами посмотрели очень красивая вернем всех девочек в кадр пока я буду всех благодарить благодарю свою дарительницу поэтому у нас микрофон и шнурчик благодарю вас за просмотр за поддержку этого видео за лайк за комментарий я вам желаю всего самого прекрасного самое главное крепкого здоровья и мира берегите себя своих близких пусть скорее у нас все наладится придет мир везде я вас всех обнимаю желаю вам всего самого-самого хорошего всего самого доброго оставайтесь пожалуйста людьми несмотря ни на что огромного вам терпения и сил вот и до встречи в новых видео пока пока спасибо что досмотрели это видео до конца обнимаю до новых встреч я